Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Генеральная ассамблея ветеранов Армении пройдет в Каннах. Оправданы те, кто осквернял армянскую церковь в Константинополе. Во имя стойкого Арцаха продолжается программа «Социальная работа». Армения и Сирия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, обращение Демократического союза оливийских женщин по случаю 8 марта. На трассе Вамбах-Чесаряй прошел снег, толщина снежного покрова достигает 10 метров. Как турецкий музыкант только в 40 лет узнал, что он является армянином? Уважаемые соотечественники, 12 марта 2022 года в 15.00 приглашаем вас в Канны, Францию, на встречу с ветеранами двух арцахских войн. В ходе встречи председатель Союза ветеранов Жан Казаросям поприветствует присутствующих от имени правительства. Минутой молчания почтут память наших погибших. Президент Союза представит отчет. Еще отчет о деятельности вице-президента Врежа Абрамяна. Финансовые отчеты и утверждения отчетов аудиторам. Отчет о деятельности за 2021 год. Официальное награждение орденом Сурхач Западной Армении. Презентация проектов, которые будут проведены в 2022 году. Выступление государственных деятелей. Обсуждение различных других вопросов. Суд оправдал троих обвиняемых в неуважительном обращении к армянской церкви святого царя в Кадийском районе Константинополя. Прокуратура потребовала для подсудимых до одного года лишения свободы по обвинению в нарушении общественного порядка и оскорблении религиозных ценностей частью общества. В ответ на что суд их оправдал, заявив, никто из них не поднимался на церковь. Подсудимые не действовали с преступным умыслом. 7 марта в Степанакерцком университете Месропа Маштоца состоялась программа «Социальная работа», инициированная армянским учебным заведением и софинансируемой правительством Республики Арцах. Университет посетил член правления армянского учебного заведения Олег Бахдасарян и президент Армянской ассоциации социальных работников Мира Антонян. Курс называется «За стойкий Арцах». Олег Бахдасарян выразил большую радость по поводу своего пребывания в Арцахе. Армянское учебное заведение осуществляет различные виды деятельности в Армении и в Арцахе. «Я горжусь тем, что смог сегодня приехать в Арцах, чтобы увидеть результаты проделанной работы. Я благодарен государственному министру Республики Арцах Артаку Бегларяну и министру социального развития и миграции Армения Петросян за поддержку организации программы», – сказал Бахдасарян. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзаян и министр иностранных дел Сирии Фейсал Алмикидат обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армении и Сирийской Арабской Республикой. В своем послании Арарат Мирзаян отметил, что армяно-сирийские отношения опираются на прочный фундамент уважения друг к другу, что неоднократно выражалось оказываемой друг другу гуманитарной и моральной поддержкой. Фейсал Алмикидат отметил, что дружественные отношения между нашими странами постоянно развиваются в различных сферах. Сирийская сторона выразила готовность к углублению армяно-сирийских отношений и укреплению исторических связей. Напомним, что дипломатические отношения между Сирией, Западной Арменией и Киликией фактически начались и продолжаются с момента формирования Восточного легиона, освободившего Сирию, Левам, Палестину и Киликию. Демократический союз оливийских женщин направил сообщение по случаю Международного дня трудящихся женщин, отметив, что женщины, принадлежащие к религии Рея-Хек, должны каждый день жить в духе 8 марта. В сообщении говорится, богини жизни обладают могущественными словами, они совершают могущественные действия при жизни. История находится в движении, мы наслаждаемся нашим опытом. Мы являемся одной из европейских стран, где даже в 2022 году мы живем как кочевники на своей родине. Из-за веры произошло много геноцидов и массовых убийств. Во время каждой резни тысячи были сожжены в Дерсиме сотни в Мараше Себастии. А целью было разрушить веру в нас, тереть нашу историю, уничтожить нашу родину. Именно поэтому мы, женщины Веры Рея-Хака, должны каждый день жить в духе 8 марта и быть более организованными. Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Вамбахчи-Сарай в Западной Армении прошла метель. Сотрудники компании Чаншим продолжают уборку снега толщиной 10 метров. Автомагистраль Вамбахчи-Сарай, закрытая на 40 дней из-за неблагоприятных погодных условий и опасности схода лавин, была вновь открыта на прошлой неделе. Сейчас снова идут снегоуборочные работы, но опасность схода лавин не позволяет рабочим двигаться вперед. Известный турецкий рок-певец Яшар Курт всегда был революционером. Он принимал участие в антиправительственных протестах, был арестован и даже приговорен к тюремному заключению. Его песни воспринимались как символ инакомыслия, звучали как гимн против войны, насилия и религиозной нетерпимости. Никто в Турции не удивился, когда в октябре 2008 года Яшар подписал известную петицию с извинениями перед армянами за политику геноцида властей. Статья полностью доступна на нашем сайте. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!